Характер сегодняшнего мероприятия предполагает достаточно серьезный разговор. Его цель – поставить задачи, которые требуют самого пристального решения. Притом я не претендую на исчерпывающий характер этих задач. Акцент будет сделан на самых острых вопросах, которые предстоит решать под руководством нового губернатора. Есть ряд проблем. Начну с кадровой политики. Несмотря на наличие резерва, 209 человек аж в резерве у вас, сегодня в области мы имеем 47 вакансий на должности кадрового реестра обл. исполкома и райисполкомов. Среди них заместители председателей райисполкома, начальники управления по сельскому хозяйству, руководящие работники комитета в экономике по труду занятой социальной защите структурных подразделений райисполкомов, по архитектуре и строительству, образованию. На какой положительный результат можно рассчитывать, если на данных участках отсутствуют руководители? И вообще, зачем тогда такой резерв? 30 вакансий руководителей в организациях сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это уже похоже на провал в кадровой работе в этом плане. Например, как может работать ваш Вилейский райагросервис, если должность директора не занята с 2015 года? Кроме того, только за этот год по дискредитирующим основаниям уволено 12 руководителей, трое из которых являлись первыми лицами районов. Всего за 5 прошедших лет 69 управленцев разного уровня скомпрометировали себя, освобождены от занимаемых должностей. Я хотел бы обратить внимание нового губернатора на эти проблемы и требую самым серьезным образом навести порядок в работе с кадрами. Не будет людей, крепких руководителей, мы ничего не сможем сделать в области и решить те задачи, которые сегодня перед нами стоят. Тем более, что экономическое развитие региона напрямую зависит от качественного состава управленческой вертикали.